Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Обычно, когда в нашей стране происходит скандал или кризис, люди ответственные за него реагируют на это отвлечением. Они просто игнорируют проблему. Словно, если вы чего-то не видите, то этого не существует. Какой еще опиоидный кризис? Обычно это срабатывает. Но если не сработает, и люди начнут жаловаться, то наши лидеры просто перейдут к следующему этапу и будут все отрицать. Расистские программы в школе вашего ребенка? Да ладно. Вам показалось. Лучше позвоните в Министерство юстиции. Вакцина против ковид, которая не работает так, как обещали? Хватит. Это лишь ваше воображение. Вы, наверное, антиваксер. Украинские биолаборатории, финансируемые США? Заткнись, предатель, это российская дезинформация! И так далее. Они делают так, потому что это почти всегда срабатывает. Вы можете быть пострадавшим в любой катастрофе, которую им удалось создать. Но к моменту, когда Вашингтон пост закончит объяснять ситуацию, вы станете преступником за то, что указали на эту проблему. Это очень эффективно. К сожалению, для них с инфляцией этот трюк не сработает. Инфляция слишком очевидна, чтобы ее отрицать. Все знают, когда начинается инфляция, потому что все ходят по магазинам. Когда вы ее замечаете, вы не забываете про нее. Очевидно, что наши лидеры это понимают, поэтому их первым шагом было заверить нас, что беспокоиться не о чем, потому что, оказывается, инфляция — это хорошо. Мы так долго ждали инфляции, и слава богу, мы наконец-то ее получили. Как заявили в Bloomberg News, американцам нужна высокая и продолжительная инфляция. Что ж, когда это не сработало, хотя и не должно было, потому что кроме крупных держателей долгов, никто в мире не хочет инфляции. Они попробовали новую тактику. Да, инфляция не идеально, признали они, но это как туман по утрам. Это неудобно, но это временно, инфляция долго не продержится. Они начали описывать ее как временную, и они часто использовали это слово. Смотрите. Наши экономисты считают, что влияние наших предложений будет временным. Все экономисты, на которых опирался президент, предполагают, что инфляция носит временный характер. Экономисты называют инфляцию временным эффектом. Инфляция, которую мы переживаем, носит временный характер. Она не продлится долго. У нас было несколько месяцев высокой инфляции, которая, по мнению большинства экономистов, включая меня, будет временной. Мы не ожидаем, что это приведет к существенному росту цен, или к тому, что последствия будут постоянными. Мы ожидаем, что они будут временными. Итак, это слова не только Максин Уотерс, Джо Байдена или его приспешников, которые, очевидно, не умеют считать. Вы только что видели, как глава и бывший глава Федеральной резервной системы сказали нам, что инфляция будет временной. Это было лучшее, что они могли сделать. Но за обнадеживающими разговорами они начали паниковать. Потому что не это они ожидали или предсказывали публично. А в сентябре 17 лауреатов Нобелевской премии по экономике, награды, которая предполагает, что получившая ее разбирается в экономике, подписали публичное письмо, призывающее Байдена потратить еще 2 триллиона долларов, так как инфляция больше не вызывает беспокойства. И мы цитируем. План построить лучше, чем было, писали экономисты, преобразует экономику США в более эффективную. Не создавая инфляционные угрозы. Триллионы новых расходов сделают страну более эффективной. И мы к тому же не получим инфляцию. Даже не экономисту было очевидно, что это неправда. Итак, эти триллионы были в дополнение к триллионам, которые Джо Байден уже потратил. Это много денег. И оказывается, когда вы тратите так много, вы вызываете инфляцию. ФРС сказали, что этот законопроект повысил инфляцию на 3 пункта, потому что когда вы печатаете больше долларов, каждый доллар стоит меньше. Не нужно быть экономистом, чтобы понять это. Но эти экономисты хотели больше расходов. И они заверили нас, что это не вызовет инфляции. Но, конечно, инфляция произошла. Так было всегда. И к марту этого года это стало очевидным для всех. Поэтому Bloomberg News, та самая, которая говорила, что инфляция полезна, стала честнее. Они написали статью, дающую советы о том, как бороться с инфляцией, потому что сейчас инфляция стала вредной. Bloomberg посоветовала есть чечевицу вместо мяса и убивать своих собак, потому что домашние животные стоят дорого. Как выразились в Bloomberg, никто не говорил, что это будет весело. И в этом они правы. Это совсем не весело. Вообще инфляция стала катастрофой практически для всех, за исключением крупных держателей долгов. Официально уровень инфляции составляет 8,3%, но это фальшивая цифра. Она основана на индексе потребительских цен, а этот показатель сфальсифицирован. В реальности цифры намного выше. Например, в этом году цена на хлопья для завтрака, которые многие любят есть по утрам, выросла на 10%. Стоимость куриных наггетсов выросла на 18%. Сам чечевицу ешь, Пауэл. Консервы подорожали более чем на 10%. Соки, закуски и одежда для детей подорожали на 9%. Цена на детское питание выросла на 13%. А цены на удобрения, которые являются основой всей сельскохозяйственной продукции, выросли на 61% по сравнению с прошлым годом. Кукуруза в начале этого года стоила 589 долларов за бушель. Сейчас она стоит 815 долларов. На 38% больше, чем в индексе потребительских цен. Хотите навестить семью? Хотите взять отпуск? Хотите отправиться в рабочую поездку? Средняя стоимость авиабилета выросла более чем на 33% за год. Цены на бензин выросли на 50%. Средняя цена поддержанного фургона в мае прошлого года была около 23 тысяч долларов. Сейчас 34 тысячи. На 47% больше по сравнению с прошлым годом за товар, который вам, возможно, придется купить. Никак не 8,3% согласно индексу потребительских цен. Средняя цена поддержанного кроссовера выросла с 22 до 27 тысяч долларов. Рост на 27%. Хотите купить дом? Что ж у вас неприятности? Средние цены на жилье выросли на 16%. А цены домов более высокого класса выросли на сотни процентов. Вот еще одна плохая новость. Если вы хотите купить дом, то 30-летняя ставка по ипотеке на максимуме за эти 13 лет. Итак, это действительно наихудший сценарий. Процентные ставки становятся все выше, и люди не могут позволить себе покупать дома. Но стоимость жилья не падает, потому что все дома скупаются крупными инвесторами, которые превращают их в арендуемое помещение. Это очень тревожные тенденции, и все их видят. И это объясняет, почему недавний опрос Пиу показал, что инфляция находится на самом верху списка проблем американцев. Украина, которой все в Вашингтоне одержимы, Митч МакКоннелл сказал нам, что это самая важная проблема в мире, даже не входит в первую десятку проблем американских граждан. Итак, вы смотрите на результат этого и приходите к очевидному выводу. У вас нет выбора. Если вы живете в Вашингтоне, вы несете ответственность за инфляцию, вы делаете вид, что она вас беспокоит. Байдену было легко это сказать, потому что он может обвинить в продовольственной инфляции, точно так же, как и в избрании Трампа. Я делаю все, что в моих силах, чтобы снизить цену и решить проблему повышения цен Путиным. Позвольте мне начать с высоких цен на бензин и энергоносители. Это все повышение цен Путиным. Причиной 70% роста инфляции было путинское повышение цен из-за влияния на цены на бензин и энергоносители. Я делаю все, что в моих силах, чтобы снизить цены. Оказывается, Путин не только в одиночку взломал и поставил в неловкое положение демократическую партию, что является величайшим преступлением, но и разрушил нашу экономику. Как он сделал это с другого конца света? Когда он управляет экономикой, полностью оторванной от нашей. Хороший вопрос, но это все отговорки. Вот почему демократы рады военным действиям в Украине. Вот почему они хотят, чтобы этот конфликт длился вечно. Если он когда-нибудь закончится, кого они будут винить в последствиях своей безумной политики? Им пришлось бы выбрать нового козла отпущения. Возможно, вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok